Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. После выходных снова прошу немножечко времени уделить, собственно, обзору основных фундаментальных событий и грядущих инфоповодов, которые у нас впереди. Эта неделя у нас переходная, замыкаем февраль, соответственно, переходим в март. И что интересного у нас, прежде чем мы с головой окунемся все-таки в мартовский месяц, где есть уже ожидания по поводу процентной ставки в рамках американского регулятора и есть еще ожидания относительно конкретики, касающейся планов процедуры Брекзита, ну, через инициирование 50-й статьи Лиссабонского договора. Мы об этом также говорили очень много. Но прежде чем, собственно, мы перейдем с вами в март полноценно, у нас есть еще два события, на которые мы обязательно должны обратить внимание. Это события, собственно, на этой неделе выступления Дональда Трампа, 45-го президента США в Конгрессе, где даже, ссылаясь, опять же, на его комментарии в собственном твиттере о том, что в ходе его выступления будет представлена конкретика относительно налоговой реформы. Вы помните, я вам неделю назад об этом говорил, 28-го февраля. То есть, это завтрашняя торговая сессия. И еще на этой неделе у нас выступление Джанет Йеллин, председателя ФРС. Хотя, учитывая ее последние слова, не думаю, что риторика может серьезно измениться. Мы уже прекрасно понимаем то, что с точки зрения национального фундамента все условия для изменения процентных ставок созданы. Нужно теперь получить дополнительные поддержки через стимулирующие меры новой, испеченной президентской администрации. Вот это как раз мы и будем ожидать. Хочу отметить, что сегодня у нас, поскольку понедельник, как и всегда, по понедельникам пройдет вебинар. Правильный понедельник в 16.30 по московскому времени. Приглашаю вас всех с огромным удовольствием. Если будет время, возможность присутствовать, пожалуйста, подключайтесь. Здесь мероприятие, как и всегда, онлайн. Разберем основные события прошлой недели и посмотрим, как действовать в рамках этой пятидневки по основным и наиболее популярным валютным активам. И еще эта неделя будет интересна, ну, прежде всего, для, скажем, такой аналитической сферы тем, что у нас пройдут эфиры на РБК, в частности, в передаче Елены Хруповой. Это передача рынки позиций в 12.30. Я приглашенный спикер, поэтому буду благодарен за дополнительную поддержку с вашей стороны, друзья. Потому что иначе я вас называть не могу. Поэтому, если также будет возможность, в 12.30, милости прошу, на прямой эфир на РБК. Ну, если уж будет интересно, потом можно посмотреть запись, как на самом канале на РБК они повторяют эту передачу внутри дня. Либо мы уже выложим этот, собственно, скажем, брифинг на нашем канале на YouTube. Ну, а теперь давайте к нашим традиционным активам. Начнем мы с нефти. Здесь стоит отметить, что начинаем мы более-менее с неплохими настроениями трейдинг. И эти неплохие настроения тянутся еще от закрытия прошлой недели, от заключительной сессии прошлого, собственно, пятидневного отрезка. В частности, Клосс 56.35, сейчас чуть повыше 56.57. И мы видели, как в пятницу нефть снижалась, хотя, учитывая новостной фон, иначе и быть не могло. Потому что у нас на повестке был отчет Беккер-Хьюз по количеству нефтяных терминалов. Мы с вами говорим уже о том, что рынок нефти – это противостояние оптимистов и пессимистов. Сделали акцент на то, что все-таки позиции пессимистов, наверное, с точки зрения объяснения покрепче. Потому что они не верят в сказки возможного восстановления баланса на рынке в целом энергосырья. И не видят особого эффекта положительного от сделки ОПЕК и тех регионов, которые присоединились к соглашению по ограничению производства. Потому что параллельно с ними есть регионы, которые увеличивают добычу. Мы с вами из недели в неделю говорим про Соединенные Штаты Америки, ищем статистическое подтверждение того, что это серьезный противовес этому позитиву. И в пятницу, как я уже отметил, Беккер-Хьюз – 602 нефтяные платформы, которые специализируются на сланцевом бурении сейчас. Плюс 5 штук за неделю – это максимальное значение с октября 2015 года. Снова риторический вопрос, который, разумеется, не требует ответа. Если количество терминалов неуклонно растет, ну неужели это не приведет к увеличению добычи? Конечно же, приведет. И если кто-то сомневается, я снова привожу вам цифры. Собственно, фактически показатели, которые уже были достигнуты на рынке, показаны статистиками. Это цифры по объему добычи нефти за прошлую неделю в США. Как вы знаете, впервые с апреля прошлого года объемы добычи перевалили за 9 миллионов баррелей. И я не сомневаюсь в том, что количество производимой нефти будет только увеличиваться. Запасы у нас также растут. Я бы не стал железопетоном утверждать то, что в этот раз, на этой неделе мы увидим запасы на отрицательной территории. Потому что, да, объемы импорта снизились, но еще не настолько, чтобы говорить, что все у нас новый тренд, уже снижение запасов. Мы по-прежнему видим общую емкость выше 517 миллионов. Это максимум с 1982 года. Возможно, закрытие минус еще было связано с фиксацией результата перед выходными. Может быть, еще и с осознанием того, что 56, да практически 57 долларов за баррель уже крутовато. Это, конечно же, котировки, учитывая фундаментальные реалии. И я надеюсь, что коррекция, она, конечно же, не загорает. Хотя я жду эту коррекцию уже очень давно. Ну, наверное, наши ожидания должны быть вознаграждены. Тем более, что мы все-таки звезд с неба не хватаем по поводу того, что не пытаемся подтянуть за уши тот новостной фон, который нам хочется видеть, собственно, в этом активе. Мы говорим с вами о фактах, которые являются достоянием общественности. И я думаю, что вы со мной согласитесь, что эти факты довольно-таки весомые аргументы в пользу того, что рынок нефти имеет не так уж и много оснований для роста. Но особенно, если говорить про соглашение ОПЕК. Рубль у нас 58.12. Видели и повыше. Сейчас от локальных максимумов снова пара отступила. Я надеюсь, что стоит сегодня нефти возобновить коррекционную динамику и оказаться ниже планки 56.50, снова пройти в район 56 и ниже. Мы будем наблюдать и соответствующее давление на, собственно, российскую валюту. В пятницу мы с вами ждали данные по ОВП. Ошибка была в экономическом календаре. Ну, возможно, даже отчет перенесли, кстати, на сегодня. Ну, будем ждать его сегодня в 16.00 по московскому времени годовой релиз. Статистика прошла отчет минус 1%, подтвержденная рецессия. Я не думаю, что в этот раз ситуация будет лучше, потому что за последний месяц ровным счетом ничего хорошего в планах для российской экономики не произошло. Ну, разве только что мы не убедились в том, что уже и монетарные власти всячески пытаются предпринимать всевозможные усилия, задействовать инструменты, в том числе интервентного вмешательства, чтобы влиять на курс российского валютного актива. В общем, ждем рубль, как и раньше, благодаря подаче слабой нефти выше 60. Это что касается конкуренции с долларом. Дальше идем. Евро против американца. Сейчас котировки находятся на уровне 1.05.66. Если вы посмотрите дневку пятничную, то там образовалась неплохая разворотная модель. Да, она еще по классике Билл-Вильмса без должной ангуляции, но все равно мы видим довольно значительную тень и тело противоположного цвета от того локального тренда, который был. Надеюсь, что это еще и техническое подтверждение того, что евро будет снижаться. Еще один позитивный момент для медведя заключается в том, что евро ослаб параллельно со слабостью доллара. Обычно так не происходит. То есть у нас доллар является триггером для большинства активов. Если доллар сыпется, риск растет. Соответственно, если доллар укрепляет свои позиции, рисковые инструменты сдают их. В данном случае евро снижается параллельно с падением доллара. И это явно указывает нам на то, что европейская валюта и евротрейдеры и все участники рынка, кто торгует этим инструментом, сейчас больше сконцентрированы на тех угрозах, которые идут изнутри еврозоны. А угроз здесь предостаточно. Начиная от статистики, не нужно искать позитив чрезмерный. Потому что общался с своими коллегами, рост инфляции это несомненный прогресс, который подтверждает восстановление потребительской активности и приведет к тому, что ЭЦБ откажется от экономических стимулов. Вы помните, мы на прошлой неделе с вами разбирали картину, сослались на базовую инфляцию и отметили то, что пока рано говорить о выходе из QE. Потому что базовая инфляция находится как и недели назад, как и месяцем, двумя, даже кварталом, годом назад на крайне низких значениях. Вот без базового роста индекса потребительских цен выхода из QE не будет. Поэтому мы с вами весь 2017 год будем говорить об этих стимулах от спорта доходности, соответствующих облигаций и видеть дополнительные риски в статистике. Кстати, о бизнес настроениях мы с вами говорили в пятницу от ГИФК. Это, между прочим, не просто статистика. Я так между строк хочу еще отметить то, что я общался со своим приятелем, который, в принципе, имеет очень неплохой бизнес в Германии. Это действительно так. Есть опасения среди рядовых работников, касающихся перспектив трудоустройства. Вы представляете, где это опасения? В ведущем локомотиве Еврозоны. Очень сильно опасаются за то, что непредсказуемый Трамп будет продолжать политику протекционизма, которая ударит по экспортно-ориентированным отраслям. Германия – это вообще экспортно-ориентированная страна в целом. Поэтому статистики поддержки мы не видим. Про политические риски также говорили очень много. У нас впереди выборы во Франции. Последние результаты общественного настроения указывают на то, что позиции Мари Лепен крепчают. Мари Лепен – это политика, которая лоббирует антиправительственные, собственно, и антиевропейские взгляды. Вы помните, что первонаперво, что она хочет сделать, если станет президентом Франции, провести референдум по выходу этого одного из также ведущих регионов всей Еврозоны и состава Содружества европейских стран. То есть новый референдум, новые риски, продолжающийся развал, казалось бы, незыблемого европейского объединения. Ну и европейская валюта, конечно же, радоваться этому не обудет. Евро снижается. Я надеюсь, что мы очень быстро окажемся ниже отметки 1.05. Ну да, снижение не такое активное, как хотелось бы нам наблюдать. Но ждать мы умеем. Поэтому с большим, скажем, потенциалом ожидаем дальнейшего ослабления евро. Доллар японская иена. Здесь у нас три сессии подряд снижения. Хотя новостная картина в целом по-прежнему указывает на то, что и условия для повышения процентной ставки созданы. Мы слышим регулярные заявления представителей ФРС. Я допускаю то, что снижение доллара – это следствие, опять же, роста скептицизма, снижения оптимизма по поводу фискальной политики Трампа. Но давайте пока об этом не будем говорить, поскольку завтра у нас выступление Трампа в Конгрессе, где как раз вроде бы как должна последовать конкретика по налоговым реформам. Если это случится, вот он как раз тот самый необходимый стимул для роста доллара. В частности, я еще хочу отметить недавнее выступление главного казначея, скажем так, США, который возглавляет Министерство финансов Мучина, который говорил, в принципе, очень много про национальную экономику. И опять же, повторюсь, общаясь с коллегами и анализируя то, что было сказано, почему-то многие увидели исключительный негатив в этом. Может быть, это ошибка, опять же, перевода, который в качестве аналитических статей и обзоров был и сейчас доступен для русскоязычного, скажем, населения. Но мне довелось, в принципе, наблюдать эту конференцию, выступление, собственно, на оригинальном языке. И я хочу отметить то, что особого негатива сказано не было, потому что он отметил то, что налоговая реформа находится на повестке обсуждения, то, что, скорее всего, будет полностью реализовано уже до августа. Но единственное, что было сказано и то, что можно расценивать в качестве негатива, то, что на положительный эффект, собственно, для бизнеса этой реформы, для того, чтобы увидеть ее воздействие, возможно, потребуется больше времени. Но мы с вами не вчера родились, конечно же, прекрасно понимаем то, что такие реформаторские порывы, они не могут привести к улучшению макроэкономической картины на следующий день. Конечно же, на это потребуется время. Поэтому, в лучшем случае, это не раньше конца 2017 года, а то и даже 2018 года. Но нас интересует просто сейчас движение в этом направлении. Движение в направлении экономических стимулов. И это, возможно, уже в плане конкретики завтра. Выступление Трампа в Конгрессе, пожалуй, давайте отведем к завтрашнему этому макроэкономическому событию, серьезному фундаментальному поводу. Пять звезд из пяти возможных по рейтингу значимости для всего валютного рынка. Из других событий для доллара, ну, стоит отметить еще Мичиганский индекс, он вышел в пятницу. Хорошая статистика, в частности, 96,3% с нового, точнее, 98,5% с той цифры, которая была пониже. Продажи новых домов плюс 3,7% с минус 7%. То есть, и здесь также прогресс сохраняется. Из других валютных пар еще отметим фунт. Здесь у нас, как я же отметил, все-таки скоро инициирование 50 статей, но если планы не поменяются, это, как было обещано, март. Пока у нас есть еще возможность дождаться откосочного восходящего ралли. Даже несмотря на то, что сейчас котировки 1,2428, но все равно фунт держится недалеко от планки 1,25. Мы с вами провели параллель с парой еврофунта, отметили, что, возможно, она является триггером, драйвером для афунта, в частности. Если в среду, в четверг мы видели, как еврофунт, собственно, снижался, это оказывало поддержку британской валюты, потому что стало очевидно, что европейские риски, они превосходят риски Brexit, последствия Brexit. Сейчас, вот уже второй день подряд, еврофунт у нас снова подрастает, что влияет на не лучшим образом на афунт. Из локальных макроэкономических отчетов пока выделить нечего, интересных событий не предвидится, но достаточно того, что мы с вами фокусируемся на долларе и завтрашнем выступлении Трампа. Вот как раз влияние доллара для рисковых инструментов в этот раз будет определяющим. USDCAD в пятницу вышел отчет по инфляции. Статистика оказалась лучше, чем мы прогнозировали. 0,9% в месячное выражение против снижения прошлого месяца минус 0,2, в годовом рост до 2,1,5. Это максимальное значение с 2014 года. На этой неделе у нас ставка в Банк Канады. Ну, посмотрим за этим событием. Конечно же, на фоне роста инфляции, по сути, цели достигнуты. Вероятность того, что какие-то изменения последуют крайне низко. Но риторика будет интересная. Для нас, для трейдеров, которые в целом оценивают долгосрочные ориентиры, мы ее обязательно проанализируем. И я расскажу про самые интересные наблюдения и комментарии со стороны руководства Банка Канады. Определяющим для канадца будет, как и раньше, доллар. Если получим поддержку для американца, USDCAD будет двигаться выше текущей отметки 1,31. И еще, конечно же, не забывайте про нефть, которая имеет значительный потенциал слабости для этого инструмента. Австралийцы у нас в пятницу отошел от сопротивления 0,77. Скорректировался, но не глубоко. Сейчас пытается снова подобраться к планке 0,77. Передаем, как и раньше, потому что достаточно вооружиться последними комментариями Филиппа Лоу, который возглавляет Резервный банк Австралии, отметившего три основных риска. Это слабость китайской экономики, снижение цены на сырьевые товары. И еще катастрофический, как в прямом переводе, рост задолженности национальных домохозяйств, что будет влиять на потребительскую активность. Ну, пока это только болезненные, наверное, для национальной экономики комментарии, но очень трудно пока оценить последствия их влияния на, собственно, основные макроэкономические показатели Австралии. Но мы продолжим следить за статистикой. В данном случае у нас впереди данные по ВВП еще по Австралии. Посмотрим за этими цифрами. Как и раньше, продаем Австралии, я считаю, что 0,77 крутовата, конечно же, планка. Тем более, что Филипп Лоу отметил то, что было бы проще достигнуть основных ориентиров Резервному банку, если бы Австралии стоил меньше текущих, собственно, текущих значений, текущих показателей обменного курса. Из важных событий сегодня в 16.00 ждем ВВП России. Завтра проанализируем этот показатель. В 16.30 заказан товар длительного пользования. Еще один макроэкономический потенциал. Позитив для доллара даже по ожиданиям. Сегодня рост месячного выражения практически на 2% с прошлого спада на минус 0,5%. Собственно, на этом все. Я думаю, что начали мы неделю в плане ожиданий основных событий довольно неплохо. Уверен, что многие из вас уже и без меня знают, что Трамп главный инфоповод. Давайте дождемся поддержки для нашего любимого бакса, потому что на баксе завязано очень много прочих инвестиционных идей. Обо всем интересном, как и раньше, буду продолжать держать вас в курсе. Еще раз напоминаю, что увидимся мы с вами еще раз сегодня. Простите за татологию в 16.30 по московскому времени. Если кому интересно еще раз пробежаться по основным макроэкономическим событиям прошлой недели и освежить памяти эти основные события, то в 16.30 буду рад вас всех видеть. Не забывайте подписываться на наш канал на YouTube, комментировать видео-выпуски, новый видеоконтент, ну и, конечно же, ставить лайки. Хорошей вам торговой недели, прибыльных сделок. Пожалуйста, всегда контролируйте правила риск-менеджмента. Увидимся сегодня в 16.30, ну и еще пораньше в прямом эфире на РБК в 12.30 на передаче рынки «Позиция». Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.